видна что постанова но типа уже по первым секунд видно что постанова типа вот по и по ее движениям у двери видно что постанова типа уже забырыт кто так блять реагировать выводили все такие сволочи и от ваша пись всем расскажу на Оказывается, забой весить буду. Всем привет, друзья, с вами Брайан. Я притворялся своим фан-аккаунтом и ворвал чужие работы. Так, стоп. Список тех, кем я уже притворялся, слишком большой, чтобы делать флешбек на каждое из этих видео. Я был сумасшедшей фанаткой, оскорбленной гримершей, находчивой сталкершей, своей девушкой, а также мальчиком, которому мама не разрешала смотреть мои видео. Блядь, грустно. Мы с вами прошли через многое. Но все ли мы хорошо усвоили? Ммм? В этом видео я снова притворюсь сумасшедшей сталкершей, которой я отказал в просьбе сделать фотографию со мной. Стой, простите, стой, стой, стой. А можно хотя бы одну фоточку? На что... Стож, стоп. Притворюсь сумасшедшей сталк... Не понял. Я сказал в просьбе сделать фотографию со мной. Стой, простите, стой, стой, стой. А можно хотя бы одну фоточку? На что она... А впрочем, сами все увидите. Да, тема сталкерства сейчас снова набирает актуальность. В тиктоке сейчас... Я ничего не понял. Его реально кто-то типа сталкерил? И он хочет тоже кого-то посталкерить Я ничего не понял Все, ребят, я долбоем Приходили ко мне Несколько раз Скажу сразу, не стоит их хейтить В последний раз Я ничего не понял, братишка, давай еще раз Пальчиком, которому мама не разрешала смотреть мои видео Да, мы с вами прошли через многое Но все ли мы хорошо усвоили? Ммм? В этом году я снова притворюсь сумасшедшей сталкершей Так, он притворится сталкершей Я отказал в просьбе сделать фотографию со мной Стой, подожди, стой, стой Он притворится вот этой сталкершей Которая Была То есть он притворится, что он сам себя сталкерит Чтобы обмануть подписчиков Я правильно понял? Бля, прикольно, кстати Мудачье ебаное Несколько раз Все, кто, блядь Я вам клянусь Все, кто, нахуй, занимается сталкерингом Те, кто, блядь, ждут у дома Те, кто приходят в квартире Запомните, вы уебаны кончены И я вас в рот ебал Вам повезло, блядь, что вы не в Америке, нахуй Потому что в Америке, в некоторых штатах, есть закон Если вы ступите, нахуй, на мою землю Я имею полное право, как говорится, оказать Ну, вы понимаете, что Вот Поэтому вам повезло, что мы не там Да И вообще, блядь Частная собственность, это частная собственность Не надо, блядь, никогда звонить на телефоны Ничьи нахуй Если вы вдруг нашли Ой, это телефонный номер Ильи Мазелова Или телефонный номер Брайн Мапса Или кого угодно Телефонный номер Не надо, блядь, звонить Ну, типа Ну, вы же понимаете, что Ну, ебать вас в рот, во-первых Это раз Во-вторых, нахуя Представьте, что вам так же будет звонить Хуй знает кто постоянно Просто ставьте себя на место, блядь, этих людей Короче, да Не надо, блядь, сталкерить Не надо звонить Просто, блядь Если вам нравится чей-то контент Смотрите контент, кайфуйте Я объяснил, они все поняли И больше меня не беспокоили И то, что я говорил про стресс в своем последнем видео На самом деле никак не связано с этими событиями Так что не переживайте Все нормально И да, я не хочу, чтобы мою аудиторию выставляли сумасшедшими людьми Такие инциденты со сталкерством В основном беспокоили меня лет 6-7 назад Когда я был маленьким Мои зрители были и все еще детьми Кстати, странная хуйня Я думал наоборот Что сейчас это будет гораздо более актуально Из-за того, что сейчас же тикток Вот эта вся залупа Со сталкерством Раньше-то тиктока не было, блядь Но типа Вообще гораздо сложнее сталкерить Если ты, блядь, ютуб-зритель Потому что, казалось бы Ты человека давно смотришь Потому что, ну, конечно На ютубе тоже есть дурачки Но в тиктоке уже гораздо больше Потому что в тиктоке-то Свайп, 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 свайп Ты всех этих, блядь, медийных людей запоминаешь И даже вот условно Если ты не смотришь, не знаю там Или у мазенова Или Брайан Мапса Убил его два раза в тиктоке Если тебе в руки попадет номер Или у мазенова Ты же когда все позвонишь Типа, у... Попал бы ему, блядь, в руки номер Неважно Тиктокера, блядь Хуй знает кого Вообще, неважно Они, скорее всего, позвонят Потому что Ой, блядь Прикольно Не понимали Что так делать нельзя Передай привет Тимул Бэ Сейчас, благо Я сталкиваюсь С подобными случаями Гораздо реже Но и исключения они у всех бывают. Бля, он бы хорошо мог бы сыграть в каком-нибудь фильме, кстати. У него внешность очень подходящая под... Ну, вот не знаю, вот у меня первое, что пришло в голову, Гарри Поттера. Ну, наверное, это связано с очками, но у него внешность реально подходящая под фильмом. Сейчас, благо, я сталкиваюсь с подобными случаями гораздо реже. Ну, исключения, они у всех бывают, сами понимаете. Но так или иначе, все эти веяния, все эти приятные флэшбэки... ...вдохновили меня на новый пранк. Это хорошо. Это очень хорошо. Пранки — это замечательно. Я знаю, почему я стопанул. Я просто начал есть жвачку, потом понял, что я чавку и убрал ее. А, он снимал два фильма. Бля, прикольно. Прикольно. Я просто к чему это? Когда тебя сталкерят... Привет, вот сын... Меня просто один раз сталкерили, когда я шел из Дикси с пакетом пива. С черным пакетом пива. Я вот так шел, и оно звенело все. Вот когда меня вот так сталкерят, блядь, ну, это пиздец вообще не комфортно. Вот просто если вы хотите, ну, идти как бы за каким-то блогером, идите. Ну, как бы, ну, только не доебывайте его. Короче, нет, не идите. Идите нахуй, в общем. Да. Но когда я несу пиво домой из Дикси, не надо меня преследовать, иначе я тебе нахуй, я, блядь... Все. Созумейте, у меня плавит до сих пор слит энерджи. Ну что ж, в этот раз я начну с того, что не буду заходить в Инстаграм и не буду создавать новый аккаунт. Да, я решил немного поменять стратегию. В этот раз моей мишенью будет какой-нибудь рандомный чат в Телеграме, где сидят мои зрители. Это так называемые фан-чаты. В них обычно собираются ребята с общими интересами и общаются на определенные темы. Ими еще часто спамят у меня в комментариях. Сейчас он в этот, в анонимно плис зайдет, ебать он там охуеет. И в последний раз, когда я заглядывал туда, я отметил для себя несколько атмосферный фан-чат Брайна. 520 человек, 80 онлайн. Он достаточно активный. Настолько активный, что у меня со вчерашнего дня 2500 пропущенных сообщений. То, что нужно. Так, давайте хотя бы посмотрим, что это за чат такой, что здесь люди пишут. Ага, понятно. Оооо! Это эти, BTS-ы. Ну или Stray Kids-ы. Что такое? Ах, Никитка. А ну-ка иди-ка. Поиграй-ка на моей говной гармошке. Бля, что за пиздос? Я не отвечаю за этот чат, я не знаю, кто эти люди. Они просто так, наверное, назвали чат, фан-чат Брайна. Я тут, наверное, даже ни при чем, да? Просто я по приколу. Они, возможно, даже не знают. Аааа. Аааа. В целом, то, что нам нужно. В общем-то, еще вчера я купил левый телеграм-аккаунт на черном рынке. И сейчас мы будем его заполнять. Итак, кем же Брайн Мапса купил аккаунт на черном рынке, он спонсирует, он спонсирует черный рынок, незаконная вещь, он по-любому наркотик, он покупал наркотики и ему 100% дали номер телеграмма в подарок, быстрее сообщите об этом всем, найдем этих блядей. Будет наша новая юная сталкерша, преемница, Дашечки, деточки. Я добралась, я дома, у Макса. Мне придется снова зайти в этот чат и посмотреть, как себя вообще называют сейчас подростки. Бля, я посмотрел видос, как какая-то девочка подходит к дому Брайан Мапса такая, ой, я нашла квартиру Брайан Мапса, я его от снимаю, он тут живет, чтобы он в этот момент вышел такой, я сколько раз говорил сюда не приходить и на нахуй, просто леща из дорог, как въебал, чтобы она к стенке улетела, вот это было бы охуенно, бля, я бы такой видос посмотрел бы. Осуждаю. Я хотел просто Машуня назвать, не пойдет так, да? А, вот, кстати, есть просто Аня, о, вот, это, считай, психологический и физический портрет наших двух подружек, которые и будут играть главную роль в этом пранке. Да-да, я еще не сказал, что по сюжету это будут две подружки, которые узнали мой адрес и захотели меня навестить, но давайте сначала разберемся с одной. Все-таки я хочу, чтобы ее звали Машуня, Машуня и Смайлик, с этим могут быть проблемы. Это уже не актуально. О, вот этот, по-моему, популярен. Блин, какие же смайлики долбоевские в айфоне, я не могу, нахуй. Или он за рубежом популярен, я не помню, подружка, сейчас, извините. Блин, ё-моё, с этими смайликами. Потом смайлики, это бизец кринжа ебучий, я не могу с ним. Скажите, вот, он поставил, значит, сердечко, это никто так потом... Кстати, вот если вы видите обычно аккаунт, где какая-нибудь Настюша, Сашуля и сердечко, знайте, скорее всего, в процентах 70-60 случаев это пацан. Потому что так делают только пацаны, блядь. Никогда в жизни, ну, в основе своей женщины не будьте себе такой никнейм делать, никогда, блядь. Будете писать, никто так не делает, подростки так не общаются, да, блядь. You know, я знаю, как общаются подростки, я сам ещё подросток, понимаете? Они до сих пор говорят, кек. Я в своё время, когда я был подростком, всё ещё писал хэдэ вместо смайлика, когда... Блядь, спросите моих модеров. Я до сих пор так пишу, блядь. И мне нормально, нахуй. Я пишу xdddd, и мне похуй. Смайлики появились полноценно, я всё ещё писал хэдэ долгое время. И что это значит, что... Я пишу, блядь, и нормально, и мы вообще не скуф, я тебя понимаю, Брайан. Я типа не подростком был, типа... В общем, люди разные, вот что я хочу сказать. Подростки бывают разные. Вот посмотрите сами, зайдём в чат сейчас. Что мы видим? Не понимаю, как их отличать, да и не хочу. Вот! Блядь, сама фраза... Нет, не понимаю, как их отличать, похуй. Мне нравится фраза, да и не хочу. Блядь, это... Такие же миллы были раньше. Ничего не поменялось. Вот стикеры какие-то миленькие с котиками. Присылают. О, вот, кстати. Точно, вспомнил, что сейчас популярно. Вот эти вот смайлики с коленями, это значит, по-моему... Я перед ним на коленях, да. Когда ты кому-то поклоняешься, да, типа, кин, или как, биас, стэн, ну, в общем, вы понимаете. Я его киню. Это по-любому сейчас актуально, вот вы мне даже не можете ничего написать в комментариях. Можно любую девочку выбрать на вкус. Есть блондинка, есть брюнетка, мулатка. Биография. Нужна такая биография, чтобы при первом же прочтении человек понимал, чей это аккаунт. Что сейчас популярно подросткам? Кей-поп. Что сейчас популярно у девочек? Кей-поп. Стэнью Би-Ти-Эс. Также юзернейм нужно сделать. Вы знаете, как я там... Би-Ти-Эс это для старпёров, для старпёров, фанатов кей-попа. Сейчас, блядь, уже не Би-Ти-Эс, Би-Ти-Эс уже старпёр, они все в армии, нахуй. Все, кто слушают Би-Ти-Эс, они уважаемые, как бы, слушатели кей-попа, это старички. Сейчас же дохуя других новых групп всяких. Зелён? Ну, мне это Ксюша рассказывай, а сам не шарю. Дашечка-девочка. Я тоже подсмотрю сейчас у ребят, какие у них юзернеймы, ну-ка. Диана-Дина-Десять. Ну? Ну? Я не понимаю тогда, Дашечка-девочка, кого тогда не устраивало, кого смущало в тот момент, когда я делал тот пранк. Все мне писали, что за бред, ты спалился на юзернейме, никто так не пишет, Дашечка-девочка. Вот, пожалуйста, Диана-Дина. То же самое, блять. Может быть. Не знаю, я что-то вспомнил, мне когда было 6 или 7 лет, меня подруга в шарараме зарегала. Вот. И у меня в шарараме был никнейм Лео Шарик. Почему? Потому что мне нравился Леонардо из Черепашки-Ниндзя. Поэтому подростки, блять, могут какого угодно юзернейм ставить. Ва-ша-ма-ша. Ну? Ваша Маша. Мне кажется... Не, это полная хуйня, это бред. Мне кажется, хорошо. Странно, что он не занят. Неужели никто не хотел себе такой крутой ник? Что касается аватарок для Телеграма. Ну, в принципе, я примерно понимаю, что нужно. Так и напишу. А вы для Телеграма. Так. Ну, вот вот это. Вот прям, ну, я сразу... Бля, кстати, кстати, да, 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 да. Вот у нас... Я даже знаю девчонку, которая вот эта аватарка была в Дискорде. Трансиняк, девочка поставила бы такую аватарку себе. Сто процентов. Вот эту она бы себе поставила. Ну, ладно, это слишком... Это екат? Опасно. А то, кто-то опять вобьет в гугл аватарки для Телеграма, а тут будут все эти аватарки опять меня спалят. И это все. Ну, тоже бы поставила бы девочку такую аватарку. Только нужно последний штрих. Я видел мем. Это реально Чимин или это мем про Чимина? Я видел просто в ТикТоке отходим. Поверь. Это в натуре Чимин? А, это Брайан сделал мем. А, мем, я понял. Да, это прям ультимейт. У меня не спрашивайте, блядь, сидят такие. Он не знает, кто такой Чимин. Я, блядь, в хуй не ебу, как он выглядит, блядь. Может, это реально Чимин? Я ебу, что ли, нахуй? Мем аватарка для подростка. Прям вот в сборник можно сразу отправлять. Мемно, прикольно, кей-поп задействован здесь в полной мере. Давайте тогда, чтобы не так палиться, допустим. А вы для одноклассников. Также по-любому не будет никто писать. Помню такое, да, помню, было. Бля, у нас такие ВКонтакте были у некоторых девчонок-аватарки, у пацанов. Нормальная тема такая. Блядь! Сука, я до сих пор, бля, и такие были. О мой бог, у меня же сопля сформировалась. Сейчас нужно высмокнуться. Я это сохраню для вдохновения. Мало ли, понадобится еще для чего-нибудь. Они же это не всерьез, да, фотографируются вот так? Да, бля, нормальная тема. С района. Да, это действительно гениально. Вот такая... А че он так угорает, блядь? Вообще-то, когда я был пиздюком, реально у многих были такие аватарки. Вы че, не помните, блядь, этих... Каждую вторую девчонку, у которой снизу была надпись ретрика, блядь? Вы че, не помните эту хуйню? Аватарка, тоже телеграм-материал. Это, если что, означает пригодно для телеграма. Миньоны. Популярны ли сейчас миньоны? Похуй. Ставлю. Голубь какой-то смешной, да? Ставим. Ставим. Блядь, ээ... Я же ничего не путаю. У этого голуба, блядь, эээ... На... Фуражке... Орел. А... Офицера СС, блядь, если я не ошибаюсь. Это же фашистский орел. Ставим. Не, ну это уже, конечно, совсем... Пиздец. Ты че, блядь? Тема-звращение. Чем им нужен, собственно? Настоящий, да? Вот этот, например. Ставим. Тоже BTS. Ставим. Какой-нибудь мем нужен. Вот этот мем хороший, в принципе. Вот это тоже ничего, в принципе. Ну и МОМО в конце. Чтоб все обосрались. Бля, страшно. Также я попросил свою двоюродную сестру. Да, у меня много двоюродных сестер. И она, по-моему, пока что единственная, кого я еще не задействовал в своих видео. Ее... Бля, у меня такая ш... Ладно. Я не буду, блядь. Я просто знаю, что тут дохуя вас фанатов Брайан Мапса, от вас потом не отобьешься, блядь, если я пошучу, что-то не так. От вас потом не отобьешься, нихуя. Потом заебывать меня будет еще 10 лет приходить ко мне на стримы, пиздеть, блядь. Двоюродных сестер. И она, по-моему... Шути, ну ладно, сейчас пошучу. Также я попросил свою двоюродную сестру. Да, у меня много двоюродных сестер. И она, по-моему, пока что единственная... Которая еще не ебана мной. Да, блядь, ну все, нахуй. Довольно, я пошутил. Все, отъебитесь от меня. Кого я еще не задействовал в своих видео. Ее не знают, ее не видели ни разу. Поэтому я попросил скинуть мне фотографии какие-то рандомные. Вот она скинула с подругой. Ну, блядь, ну я ниху... Ну у меня охуевое чувство юмора. Нихуя не могу с этим сделать. Все, отстаньте, блядь. Фотографию. И вот такую вот фотографию. Вот это просто идеально. Это у нас и будет... Да, блядь, у меня охуевые шутки. Я уже говорил об этом. Отстаньте, извиняться не буду. Стоять на самой главной Ави. Этих фотографий нет нигде в интернете. Никто через поиск по картинке их не найдет. Так что на этом точно я не проколюсь. Ну вы только посмотрите. Ну разве это не ваша... Ваша Маша. Вашу Машу. Мне кажется, это моя лучшая работа. Машуня. Маша Маша. Стэн у BTS. И такие вот аватарочки. Господи, да это просто профиль. Ну бля, аватарки как будто слишком рандомные, да? Но профиль, кстати, реально похож на правду. Я бы не знаю, я бы не догадался бы, что под профилем девчонки сидит, типа, взрослый мужик. Машуня. Она не сталкер, что ни в коем образе. Она просто обычная девочка. Так получилось, что она любит смотреть меня. Но авы слишком разномастные. То есть, типа, в целом, ну, как бы, обычно просто есть какой-то плюс-минус выдержанный стиль. И там между вот этим выдержанным стилем какая-то рандомщина периодически залетает. Вот. Но здесь прям слишком уж разные авы. Так получилось, что она встретила меня в ресторане. Не понял. Девочки-подростка. По моей задумке, Машуня, она не сталкерша ни в коем образе. Она просто обычная девочка. Так получилось, что она любит смотреть меня. И так получилось, что она встретила меня в ресторане. И сейчас заходит. Да, когда он ее позвал на свидание. Потому что, как маленькая девочка могла встретить его просто так в ресторане? Может, поделиться этим с ребятами. Вариант, что она пришла с родителями, не бывает такого. Чата. Я попросил друга. У нее нет родителей, допустим. Снова поделать фотографии. Как будто бы кто-то меня из-под тишка фотографирует. Так, смотрите, чат просто очень активный. Все что-то пишут постоянно. О, они тут в мафию, что ли, играют? Блядь, Илья, ну извините, блядь, ну. Пятая. Это вы сами, блядь, захотели, чтобы я Брайан Мапс осмотрел? Че? И вот такой смайлик. Я смотрю, мне нравится видео. Подождите. Блядь, я испорчу хорошее видео с ими тупыми комментариями. Мне насрать. Ручки, которые вот... Ребята, я сейчас в рейстике сижу с крестной. Это обязательно. Это очень важная деталь. И тут, Брайан, отправляю. Стоп. Куда? Не понял. Почему моя фотография не отправилась? Видимо, из-за того, что мафия, да? Да, черт. Нихуя, он не вовремя вообще зашел. Чтобы подождать. Мне нужно подождать, пока они закончат играть в мафию. Походу, это надолго. Да поиграй с ними разок, че. Окей. Я вернусь, когда они закончат. Привет. Может быть, в этот раз. Блядь, чат, а знаете, что меня чуть-чуть бесит? Можно я вам скажу? Вот немножко. Можно я вам скажу, что меня чуть-чуть бесит? Можно? Я просто в чарже, ну, периодически подсматриваю. Мне же интересно, что вы пишете. И меня раздражает немножко хуйня. Огромное количество людей, которые, очевидно, уже смотрели видео, пишут заранее, что произойдет в видосе за 40 секунд до того, как это происходит. То есть вот только что про крестную мне пишут за 30 секунд до этого. Про чамина пишут за 30 секунд до этого. Про это пишут за 30 секунд. Вы можете ебало закрыть свое? Вы можете просто закрыть ебало? Если вы смотрите видос второй раз, не пиздите нахуй. Хорошо? Если вы уже где-то смотрели, закройте ебало. Дайте видео другим посмотреть. Сидят... Я знаю эту шутку. Я сейчас буду, блядь, каждую секунду свои хуевые шутки делать, чтобы вас тошнило, блядь. Чтобы вы потом писали. Блядь, Илья вообще не уважает никого. Понятно нахуй? Если уж вы смотрели, то ебало закройте. О мой бог. О мой бог. Че-че-че, да? Ну заебали. Я молчал-молчал, терпел-терпел. Минут 7. Но вы меня заебали, реально. Че-че, я не могу. Да не, я не буду сам чат включать. Ну просто вы же понимаете, блядь. Ведите себя нормально. Приятный аппетит ему от 521-го человека. Спасибо большое, ребят. Поближе сфоткай. Сейчас попробую. Блин, да они опять в мафию начали играть. Ладно, я подожду. Бля, ты пиздец. О господи, наконец-то. Они минут 20 играли в эту гребаную мафию. Так, еще одна фотография. Блин, хочу сфоткаться, но стесняюсь подойти. Мне, кстати, нравится, что он такой... Я сижу с крестной. Блядь. Я сижу с крестной в ресторане. А там, блядь, на столе ни еды, ни крестной, никого нету. Вообще, блядь. Пустой большой стол. Спасибо, папа, за 250 рублей. Вообще, нихуя на столе нет ни еды, ни воды, блядь. Нужен скорее, где он? Да ты затрахал. Сфотка нормальная. Ты в смысле? Так и так понятно. Подойди, когда доест. Это я и планирую сделать. И не приставай сильно, как некоторые долбанилы. Кстати, молодцы, они хорошие вещи так-то советуют. Да, блядь, у них снова набор в игру. Вы чё, издеваетесь? Ладно, пусть они доиграют ещё одну партию. Я как раз... Прикинь, они сейчас просто его будут писать в ТГ. Да, блядь, Брайан Мапс, мы поняли, что это ты. Иди нахуй уже отсюда. Просто выйди, блядь. Он такой... Да не, ребята, это не я, это я, Маша. Да мы уже поняли, что это ты. Выйди нахуй, мы тебе сказали, блядь. Выйди нахуй отсюда. Просто начинают его с саными тряпками выгонять, блядь. Это как я иногда в каком-нибудь конфе напишу чё-то. Мне просто пишут, Илья, выйди нахуй. И мы тут общаемся. За это время доем, и мы будем выкладывать следующий пост. Так, игра окончена. Ребята, пока не играйте в мафию, мне нужен ваш совет. Прикрепляю две фотографии. В общем, мы вышли из рейстика одновременно с Брайаном. И так получилось, что пошли в одну сторону. Это, блядь, ну так же никто не пишет, мне кажется. Это прям слишком подробно. И шо я начала рассказывать? Бля, я посмотрела, я по знаку зодиака там Овен, а он тоже Овен. А сегодня у Овнов, блядь, Луна в одном месте. То есть у нас сегодня все одинаковое. Блядь, мы в одну сторону идем, прикиньте. Ну типа это бред какой-то. Написала бы просто... Скинула бы просто фотку без подписи, типа иду за ним. Ха-ха. Нужно держать определенный уровень. Крестная пошла по делам. Нахуй. И пока разрешила прогуляться. И пока разрешила преследовать парня. Я опять не успел, они опять начали в мафию играть. Ну все, Маша сейчас разозлится. Она сейчас очень сильно разозлится. Переходный возраст, сами понимаете, штука опасная. Лучше с таким не шутить. Вы заебались со своей мафии. Вот это, кстати, нормальная хуйня. Идайте нормальные люди. Вот это уже правильно. Початся. Если б я вот так же... Блять, и они реально опять набор в игру начали. Блять, это пиздец. Я вам клянусь, если бы я был бы на месте Брайан Мапса, я бы реально тоже не выдержал его, блять. Я просто писал бы, да вы ебанутые, блять, я иду нахуй за вашим любимым ютубером. Вы нахуй в мафию играете, послушайте меня, долбоебы. Так, выкладываю этот хост. Мне кажется, я их уже заебал. Это новый пранк Макса? Не преследуй. Сфоткайся и все. Пиздец. Ну, блять, его сразу спалили, отсос. Регистрация отменена. Опаньки, почему? Неужели они доиграли? Я, наверное, че... Блять, ну его сразу спалили, знаете почему? Потому что они спокойно играли в мафию, а он пытался каждый раз... Ребята, ребята, это точно я, типа. Отмотай, что случилось? Машуля, ты нашла адрес Броена? Сколько мне еще мотать, блять? Профи? И это не стоит КАРА ПАФИ играть! Ну все, опасно МАФИ И мне шутить? Ну, блять. Людям, пап, Техурт. Вентилятор Хэштег Пяточки Дрейка Вот че-то, вот зачем вы это делаете? Зачем вы попросили меня, ну, типа, найти этот момент? Я и так уже почти в людей и в человечество не верю, блять. Вы хотите, чтобы я еще больше разочаровался в человечестве? Вы, блять, серьезно? Вообще, понимаете, само словосочетание хэштег пяточки Дрейка? Ладно, окей, мне, короче, ладно, я даже не буду ничего говорить, мне, мне вас не понять. Я слишком, я, видимо, слишком душный скуф, сори, мне вас не понять. Загибал. Это новый пранк Макса? Не преследуй, сфоткайся и все. Пиздец. Регистрация отменена. О, паньки, почему? Неужели они доиграли? Я, наверное, час потратил на ожидание. Мне, кстати, очень нравится, мне понравилась надпись, там просто кто-то написал. Ура, доиграли. Мне это кажется, мне это кажется гораздо смешнее, чем хэштег пяточки Дрейка. Потому что во фразе ура, доиграли, очень много слоев постороннее можно заложить. Типа очень много. Следующая фотография. Вот такая. Ура, доиграли. Это, блять, я могу как угодно прочитать эту фразу. Вот, и такая вот, и такая вот. Кстати, фотки реально похожи на право. Таня, следующая фотография. Вот такая вот, и такая вот, и такая вот. Он, походу, домой пошел. Теперь я знаю где он живёт И две обезьянки Дашуль Ну судя по тому как она пишет Сосала свой член Спасибо Судя по тому как она пишет Ей не 12-13 лет, а лет 8 Машу... блять Я сейчас узнаю где он живёт Это не Дашечка девочка, это Машуня Мы спутали видимо с кем-то Прекрати блять Человек пошёл в ресторан поесть, отдохнуть А ты за ним следишь Тебе бы понравилось, если бы все вместо твои фанаты мешали тебе появляться в обществе или... Блять, респект Хорошее сообщение Грубо говоря, безопасность Респект Так, надо ей что-то ответить на это конечно же Пошла нахуй напиши Нужно защитить тебя Напиши пошла нахуй Те кто сталкерят, они бы так и сделали Напиши пошла нахуй дура Да я же не... Да блять, зачем ты оправдываешься Напиши пошла нахуй дура ебаная Ты мне просто завидуешь Ему телефоном в лицо Бред не пишите Ладно Блять, не надо было написать пошла нахуй дура Я клянусь, именно так сталкеры и пишут Мне кажется время создавать телеграм-канал И постить всё туда Так, имя канала Для Секретиков Маша Канал Так, всё Блять, какая хуйня Привет, Люш Бля, вот не знаю, вот Макс вроде взрослый человек Какой нахуй Маша канал блять Там мои голые фотки Блять Бля, это классика, знаете Тебя ждёт Тебя ждёт кое-что интересное Такие щас будут Ага Уже там ссылка какая-то на какой-то сайт типа с камерский Подписался Сейчас тебе мьют будет Машунь, я подписалась Я тоже Машунь, давай свои секретики Они реально подписались Бля, прикольно, реально детишки подписались и ждут секретики Ну бля, вот прикиньте вот малыши, им же реально интересно Они такие О, это же реально Брайн Мапс Это же наш любимый ютубер А что интересно он там делает? Здесь он уже 9 подписчиков Всё И Машунь такая Ебать Брайн зашёл за угол И он сейчас стоит Сыт прямо у гаража Ебать, смотрите, девчонки Просто там, знаешь, фотка с трёх ракурсов Прям фотка вот так вот Брайн стоит сыт Держит хуй Вот она так сбоку его фоткает Капец Охренеть, Маш, подойди поближе Творится хаос Кто-то присылает свои части тела Кто-то играет в мафию Блядь, невозможно с этим работать Это слишком непредсказуемо Меня могут забанить В общем, слишком рискованно Поэтому я решил создать свой телеграм-канал Ну, точнее, не свой, а Машунь Где я продолжу постить остальные фотографии Угу Всё пошло не по плану Я не знаю, к чему это приведёт Каким образом я буду привлекать сюда других людей Потому что 9 человек это слишком маленькое количество Это что такое? Машунь, минуточку внимания Петус 2.0 сделал вам предложение бизнес Принять решение Это Ксчат, отныне называйте меня Петус Я Петус 2.0 Можно командами брак? Да, брак нет Ты чё ел? Петус Машки-то даже в 18 лет Какой брак Вы чё ебануете? Какой ещё брак? Петус Они все мне брак начали предлагать Ой, а как тут коменты сделать? Ну, немножечко дурочкой прикинемся Уже Уже сделала О, обратная связь Уже 4 комментария Бля, кстати, в том поблоссе Судя по тому, как они её тегают, да? И пишут ей Они, судя по всему, доказали, что это Максон Ой, тут чё-то ещё пишут в том атмосферном чате Ну-ка Привет Тут за Брайаном следят Вы всё пропустили Зачем? Мы не знаем Просто девочка Идёт за ней С рестораном Мда Это реально считают нормальным Очередная девочка Там у девчонки Лёха кореш навел С рестораном Мда Смотри тут Лясок Ха-ха Хозяева Это реально считают нормальным Очередная девочка, у которой уроков мало в школе задают Ха-ха-ха Они начали это репостить Опоздняя агментация Я уже ушёл с этого чата Вот мы шутим, а если она реально ебану Бля, кстати Самая смешная хуйня, что Это же классика Вы же понимаете, что вот эти фотки Я думаю в течение того, как он снимал видос Эти же фотки разошлись по другим Конфам По фан аккаунтам Сто процентов же Всегда же такая хуйня Она форсится за одну секунду, типа Потому что ну Брайан Мапс Это всё-таки очень большого масштаба ютубер И сто процентов это всё форсилось Жесточайшим образом по всем этим пабликам Молюсь на то, что Макс просто видео снимает Сто процентов Следующий пост Короче Такая вот фоточка есть Я в итоге Дошла с ним До подъезда Так Маша уходи оттуда Тебя крёстная потеряла Крёстная Играет здесь не последнюю роль Сразу же следующий пост Здесь несколько фотографий Которые я сделал в другом В рандомном жилом комплексе Который попался нам на пути Такие вот фотографии Показывающие, что Машунета Тотально решила проследить за мной Я даже зашла с ним в лифт Мне было Капец Как стрёмно И такой с вами Бля я не могу Я просто представляю Спустя месяц Новость Блогер Брайан Мапс Блогер Брайан Мапс Был пойман на камерах За За Ну я не буду Ну говорить Ничего Но вы поняли И сразу же следом Голосовой Пост Всё Я поняла Я просил свою двоюродную сестру Записать это голосовое Специально Чтобы она сделала это на улице Ой, он зовёт меня в квартиру Он предложил Попить мне чая с конфетами Как думаете Соглашаться или нет И ещё опрос в ТГ запустить Да, соглашаться Нет В скобочках Вариант для хейтеров Это выглядело Максимально реалистично Поскольку Звёздочка Лёг на кровать Звёздочка Знаешь как этот РП Отыгрыш По логике вещей Она только что нашла Со мной В мой подъезд Теперь она якобы Вышла из него Поняла где живу И решила записать это голосовое Своей подруге Звёздочка Легла на кровать Да, да, да От подруги Переслала Это сообщение Свой секретный чат вот этот вот Он тебе не спалил А Джонс стоит так Будто сейчас на модельный кастинг едет В смысле? А Он агрессивно Игнорит присутствие Прекрасной дамы в лифте Да, да, да Звёздочка Прижал к стене Бля, это пиздец Ну, вообще вы зря шутите Потому что Я между Я уже рассказывал В седьмом, восьмом В девятом Классе Я играл в такие роллки В текстовые Это в пабликах ВКонтакте было Вот Были паблики ВКонтакте Я играл в такие роллки Но я играл не в роллки Где типа Сладостно засунул хуй Нет Я играл в роллки Типа где У нас там было какое-то приключение Мы там с кем-то боролись Тяка вот эта хуйня В такие я играл Мне было по кайфу Игнорит Он понял Что я его узнала И такой смайлик Ах Ты посмотри Кто-то даже Осмелился в личку Машуне написать Машуне Скажешь мне адрес Макс Ты дура? Ладно Ладно Я знаю что это мой почерк Меня сразу же спалят А еще чете Дурочка Совсем? Да Адрес только у меня будет А то будете еще ходить Придурки Всякие Блять Почему этот прием всегда меня смешит Всегда меня смешит Когда люди начинают ставить на аватарки Мои аватарки Вы все с ума сошли что ли? Я не буду Я медленно снимаю кожицу с герписа Сука Сужда блять К нему ходить Хватит писать бред Бред И чисто следующая голосовая Короче В чем суть Мы хотели с Ариной Моей подругой Отправить браку посылку Еще месяц назад Мы купили там всякие вкусняшки Конфетки Но не успели ее отправить Так как он уже закрыл Бля Зля вы Короче Слышно что девочка читает текст Написанный Надо было ей просто объяснить Скажи В голосовом Своими словами Например Вот это вот это И все С этой аукой Потому что И когда ты специально делаешь вот эти интонации, когда-то типа, эээ, это слышно, когда ты специально это делаешь. А вот этот естественный тупняк, его подделать почти невозможно. Мы деньги потратили уже. Он слишком хорош. Чтобы не пропадало зря. Моя мама знает, так что, ну, не пишите тут всякий бред в комментариях. Моя мама знает, вот. Ну, точнее, не мама, а крёстная. А вообще, если реально, не ходи к нему. Блядь, точнее, не мама, а крёстная. Что это, блядь, что это за хуйня? Вы же вообще слышали, блядь? Знает, так что, ну, не пишите тут всякий бред в комментариях. Моя мама знает, вот. Ну, точнее, не мама, а крёстная. Это вообще пиздец, блядь, и прикольно, что дети даже не поняли. Как это вообще перепутать можно, блядь? Крёстная мама, да понятное дело, но всё равно, ну, блядь, ты же не называешь крёстную маму мамой. Никогда не называешь крёстную маму мамой. Крёстная мама, это тётя, например. Называю. Ну, ладно, хорошо, ладно, ребят, вы называете, не буду с вами спорить. Вообще, если реально, не ходи к нему. Следи за человеком не овощи. Если у кого-то есть крёстный отец, то у вас два отца, я вас поздравляю. Можете их называть обоих отцами. Если кайф есть, посылку отдать. Итак, для того, чтобы о нашей Машуне узнало ещё больше человек, я попросил Риту с аккаунта Phantom Brian переслать какой-то из постов Машуне в... Ебать камер, нахуй я столько на камерном телефоне. Ещё один, уже другой, чат со зрителями. И сделала она это очень аккуратно. Не напрямую, чтобы её не спалили, а через подругу. Опять? Да ну не. Когда же Макс научится свои границы отстаивать? Правильно, он должен был ей ебучку набить прям в лифте. Неху следить за мной, сука. Тут Рита сама решила написать. Блядь, как они сдолбали уже. Надеюсь, она за ним не стала прям до дома идти. Но в одну сторону реально может просто получилось. Что человеку делать-то? Не идти что ли? Реально, кстати. Ну тем более она типа писала. Мы вышли из рейстика одновременно с Брайном. И так получилось, что шли в одну сторону. Ну я не думаю, что она прям за ним следила. Конечно, да. Она же зря, наверное, делала 10 фото, как он в лифте стоит. И прям, конечно, не следила. Она просто так типа. Хочешь я тебе пощёлкаю? Он такой, конечно, да. Давай мне фотосессию устроим. МСА его дома пошла. Так, дальше она пересылает следующий пост из моего телеграм-канала. Это его дом. Я знаю. Кстати, что вы понимали, чуваки, вот эта фотосессия, она же выглядит пиздец как тупо. Вот эти пять фотографий. Это как, блядь, для какого-то мема, нахуй, специально, знаете, подборка фоток. Для демотиватора какого-то. Присылает следующий пост из моего телеграм-канала. Это его дом. Я знаю. Откуда? Долгая история. В смысле? Ха? Так, она также отправляет им последнее голосовое из моего канала уже. Это... Это ещё и ребёнок. Ну, честно говоря, мне всё-таки кажется, что это похоже на пранк. Просто... Ну вы видели, как близко она его фоткала? По шагам можно услышать и не заметить, что тебя снимают наебучую. Малой S24 Ultra. А стоп, стоп, а реально, что ли? Подождите. А реально S24 Ultra? Блядь, я чуть не спалился, у меня смайлики айфоновские. А у неё получается Android. А, или на современных Android-ах те же самые смайлики. Короче, я уже закутался в этих смайликах ваших. Неважно. Если у неё S24 Ultra, значит, у неё и айфон есть. Правильная мысль? Так, возвращаемся в канал. Чё тут происходит в комментариях вообще? Там голос в голосовом никого не напоминает. Кого? Кого ещё вам напоминает этот голос? Я не знаю, если... Знаем, диктора для записей. Ага. Эти грёбанных голосовых. Вы всё равно будете писать в комментариях, а вам не кажется, что это трёхюродная, четырёхюродная сестра родственницы Брайана, которая снималась в таком-то видео 9 лет назад? Здесь даже уже конфликты какие-то нарастают. Кто-то пишет шутку. Машуня, пали адрес. А кто-то отвечает не в шутку. Вы еблок, вы нарушаете личные границы человека. Блядь, у вас совести хватает? Блядь, а я бы, знаете, как сделано вместе с Брайаном? Реально, это было бы охуенно. Можно было бы решить сразу, убить, как говорится, несколько зайцев одновременно. Смотрите. Пишет какой-то чел. Машуня, спали адрес. О, Даня, привет. Машуня, спали адрес. Машуня берёт, скидывает, ну, типа, там, какой-то адрес. Да, например, не знаю, там. Кутузский проспект, дом 21, корпус 2, например, да. Второй подъезд, например. И все, естественно, сталкеры побегут его там сталкерить. Да? И чё, короче, делает Брайан Мапс? Он берёт у этого второго подъезда, вырывает огромную яму, метра три, накрывает её ветками, чтобы было не видно. Внизу в этой яме чистокол. Как вы знаете, когда вот на животных охотятся, на мамонтов там, чистокол вырываешь. И всё. Ждёшь где-то 2-3 дня, и через 3 дня приходишь, собираешь урожай. Там, наверное, нормально можно лутать, блядь. Ну, реально. Сразу все проблемы решишь. Две проблемы решишь. И урожай соберёшь, и долбоёбов. Ну. В ГТА 5 РП... Не важно. Проходить. Давайте не будем его в квартиру заходить. Это шутка, бро. Я знаю тоже, где он живёт. Рома, я твоё всё ебал. Спасибо, Знад. В смысле? Знад, откуда вы сейчас знаете, где я живу? Ёб твою мать! А мне забавно, что вот эта девочка, она изначально думала, была уверена, что это пранки, что это я всё делаю. Поставила Машуню на аватарку, а теперь, когда она уже не уверена, что это я, она сразу же убрала эту аватарку. Попытку сидеться на двух стульях я успел запечатлеть. А пока наш пранк набирает обороты, я хочу вам рассказать о том, что МТС пригласили меня одного из первых протестировать их новое цифровое пространство. Да, я уже тестировал, хуй та. Странство. Ладно, нет, это я про... Это я говорю сейчас про одну игру, которую вы не знаете, она реально не прикольная, эта игра, она реально хуйня. А МТС топ. А именно, МТС Верс. Сама игра сначена... Да, МТС, зайдите, пожалуйста, ко мне с рекламой. Качественной графикой. Можно выбрать тебе понравившегося аватара. Ух ты! Я, например, буду мальчиком, напоминающим айдола из какой-то кипоп-группы. Да, МТС, зайдите, пожалуйста, ко мне с рекламой. Игра имеет шесть разных и насыщенных по визуалу локаций. Мне, кстати, зашла локация сцена. Ладно, МТС не надо. Я перебьюсь. У меня и так все хорошо. В нашей машине, интересно, могли тоже ее протестировать. Не надо, спасибо. В общем-то, далее по сюжету к нашей машине должна подъехать подруга. Арина. Да. Которой они как раз-таки собирали эту самую посылку. Я думаю, в честь такого события нужно сделать пост. В общем, ко мне сейчас сюда придет подруга. Она взяла нашу посылку и мы хотим отнести ее к Брайну. Готово. Мы, может, и не будем тучаться к нему. Просто оставим рядом с дверью. И все. Чтобы не думали. Идите домой. Иди лучше. Идите нахуй. Домой. Как милость с твоей стороны. Что ж, прошло около 20 минут с последнего поста. На тот момент у меня было 13 подписчиков. Давайте посмотрим, сколько же сейчас. Бля, я же говорил, что это форсится будет. Бля, пиздец, такая тупость. Я реально не ожидал, что намного больше станет. Ахи. Бля, я придумал, как поднять себе репутационные очки. Только что. Спасибо большое Брайан Мапсу. Отличная идея. Вот вы через год, наверное, об этом забудете. Я через год это использую. Я, короче, буду вести свой канал. Вот так же, как Машуня. И я буду сам себе срать под дверь. Типа сайт на дверь. Сам себе дверь подожгу, как Ферамир. Вот. Там, не знаю. Сам себя отпижу. Попросю Антона, что он меня отпиздил. Вот это все. Да. И потом просто вы меня все будете жалеть. Я буду лутать с вас донаты. И кайфовать. Отлично. Да, очень интересные реакции сразу же тут появились. Молюсь, чтобы это был пранк от Брайана. Какой пранк? Люди, вы о чем? Это уже не первая такая группа. Это неадекватно. У него и так проблемы какие-то в жизни. В скобочках. Стресс, сонный паралич. Бля, охуенно. У него и так проблемы в жизни. Стресс, сонный паралич. У него и так проблемы какие-то в жизни. Стресс, сонный паралич. Пиздец, блин. Ребята, мне очень приятно, что вы беспокоитесь. Ребят, это не пранк. Макс бы не показывал окрестность. Макс не настолько уже чоканился, чтобы полицию подъезд. И дорогу до дома. Но хватит уже детишки. Идите лучше домой. Если это не... Девочка, хватит. Ты бы знала, что Брайн... Ты бы знал, как мне похуй на твое мнение. Пошла нахуй. Я сейчас зайду домой к Брайн Мапсу, и мы будем на нем жениться. Я буду на нем жениться. Прям сейчас. Твари. А ты будешь мне завидовать. Вот так надо писать. Сейчас выложу скоро. У него реально был сонный паралич. Ребят, у меня тоже был сонный паралич. Но сонный паралич, это же не этот, не... Ну, не проблемы в жизни, типа. Сонный паралич случается. Ничего такого в этом нет. Что теперь, обосраться, блядь? Мы с подругой в шоке. Ой, нет! Пока сделаю пост в канале. Я в шоке. Блин, ребята, прикиньте, а Брайн Мапсу 100% когда-то было больно какать. Мне его очень жаль. Ему 100% он как-то раз, наверное, съел много хлеба или много сухомятки, и ему было больно какать, наверное, в какой-то день. Блин. Мне его очень жалко. Блядь, ну вы что, еще что ли? Слушай, ты, походу, немного не в себе. Мы все в ох... Надеюсь, это все шуточки. Мария, что стряслось? Стижки уже тут пошли, да, я смотрю. Ну, я, в принципе, мне кажется, что бы я уже не сделал. Даже если реально что-то произойдет, люди все равно будут стишки в комментариях скидывать. Ну так, чтобы наверняка, мало ли. Мало ли Макс там видео снимает. Ну, кстати, да, по факту это самая простая тактика. Ну, типа, если это реально его кто-то вычислил, ну, значит, блядь, дурачок. А если это он снимает пранк, то можно просто авансом скинуть какую-нибудь хуйню, чтобы... Ага, я знала, блядь. Так что это вообще не показатель. Будь счастливый и любимый максимально. Пусть жизнь сложится в Арье. Идите в жопу. В мечте Марии поклонится ветер. Они троллят, блядь. Несет дары свои апрель. И в сердце, в самом искреннем на свете, любовью отзовется птичат... Птичат-проэй! Как быстро набрать 100 подписчиков в ТГ? Первое место. Стоп, 100 подписчиков. О, 103 подписчика! Быстро, быстро. 114 подписчиков уже. Твою мать. Клоуниха. Я тоже в шоке. Девочка, дай свой номер, я тебе такое вот просто... Нет, нет, я не хочу к Брайну. Нет. Я у него на глазах тебя убью. Я тебе не завидую. Мне только жаль человека. Блин, ну иди сюда. Я теперь... Тут ведь многие из вас действительно волнуются и переживают за меня. Я это понимаю, да? Я не могу ничего поделать с собой, ребят. А я вообще, блин, сделаю прямую эфирную эту лень. Пострелу мне то, как я... Блядь, ребят, что-то вы этого, по-моему, как-то... Да, блядь, чуваки, я вам клянусь, если бы я знал реально адрес Брайан Мапса, я бы пришел бы к нему под дверь насрал. Я бы стрим бы запустил просто. Ну, я бы в одной руке бы с Балтикой девяткой, поняли? Во второй руке с сигаретой Мальбора красной. Я бы стоял бы вот так вот, курил бы. Вот так вот бы какал какашкой. И такой, смотрите, ребят, ну, чтобы хайпа собрать побольше. Чтобы больше просмотров собрать. Потому что даже если бы все говорили, что я хуесос, согласны, чат, что грязный хайп это тоже хайп. А меня интересует только хайп. Тут уже все серьезно. Не так весело, как я думал, будет. Потому что тут реально уже угрозы пошли жесткие. Машуни нашей. Может, хватит думать, что каждая слежка равно пранк? Да, господи, посмотри на камеру на ави. Она явно прифотошоплена. В смысле? Что прифотошоплено? Здесь это настоящая фотография. У некоторых уже, мне кажется, пробо-деформация. Телефон бы у вас отобрать? Да на домашний арест. Лизавет, согласен, абсолютно. Хуйню не пиши. Вот, наконец-то, блядь, вот. Я именно этого и ждал. Вот, наконец-то, блядь. Хуйню не пиши, правильно. Вот, все, наконец-то. В таком юном возрасте матюкаться некрасиво, дитё. Пошла нахуй. У меня есть тут заготовленная фраза, кстати, одна. Сейчас. Надо так вот сделать. Заткнись. Тоже нормально. Заткнись. Ну что ж, время настало. Новый пост. Новый видеопост. Кёмка. Короче, ребят, мы нашли адрес Прайна, и мы поставили пакетку снашек, за его дверь ждём, когда он открыл. Бля, ну, кстати, вот это, это прям, как это называется? Это прям ульта. То есть, вот, условно, если бы я был одним из фанатов, ну, фанатов, там, фанаток Брайн Мапса, я бы не понял, ну, типа, я бы точно был бы уверен, что это, ну, типа, как это называется? Ну, не Пран, короче, поняли? Я поверил бы, что это правда. Кёмка, короче, ребят, мы нашли адрес Прайна. Потому что стоит какая-то, ну, типа, да, маленькая девочка. То есть, это похоже на правду. Да, и мы поставили пакетку снашек, за его дверь ждём, когда вы откроете. Вот, встречай. Он вышел, он вышел. Блядь, а вот это, ну, вот это не надо было снимать, зачем? Вот это тупо, ну, в себе, блядь, полный облом, типа. Ну, то есть, это, блядь, полнейший облом. Надо было просто снять, чтобы вы поставили подарок, и такие, типа, и всё, и чтобы Витас оборвался на этом. Спасибо, спасибо большое. Мам, попрошу вас больше, что так не делать, потому что сейчас мой адрес в интернете слит, сейчас ко мне много людей всяких с подарками приходит. И, короче, я стараюсь не брать сейчас подарки для знакомых людей, поэтому... Мы старались, там шоколадки, алипингольд, несколько. Ну, хорошо, попьючу её, спасибо большое. Стой, подожди, стой, стой, стой. А можно хотя бы одну фоточку? Ой, нет, здесь тут спальня очень, номер квартиры вам видно, поэтому... Ну, замажем. Нет, я сейчас принципиально просто... Блядь, как он, я не могу нахуй, как он в этих шепотцах стоит, блядь, это ж пиздец. Потому что ко мне уже приходили тоже сказать, что замажут, в итоге всё выложили, поэтому... Кради своей безопасности, а не попусь больше. Блядь, Брайн, наверное, очень добрый. Мне кажется, вот, я вот просто... Я его лично не знаю, но мне кажется, что он пиздец какой добрый, и что он в реальной жизни бы так же говорил, наверное. Тоже, типа, ой-ой, та-та-та-та-та. Вот я его лично не знаю, может быть, он, ну, другой, но просто он производит впечатление супердоброго человека. Потому что я бы тоже начал бы такой, ладно, девчонки, спасибо за пакетик, всё, давайте. Но если бы они так стояли бы и продолжали бы меня набрасывать, я бы сказал, блядь, девчонки, всё, идите нахуй сюда, пожалуйста. Ну, типа, при всём уважении, блядь. Сорена, нет. Он прям очень добрый. Теперь понятно, почему Даня, ну, просто Даня его лично знает, видимо, раз Даня поверила, значит, Макс реально такой. Старались, искали, покупали эти шоколадки. Мы деньги свои тратили. Мы думали, ты уважаешь своих подписчиков. Так. Блядь, я бы сказал, блядь, я бы сказал, блядь, вы ёбнулись, типа, ну, при всём уважении. Вы ко мне, блядь, в квартиру пришли. Не, за пакет спасибо, конечно, большое. Ну, блядь, вы чё, охуели, что ли? Всё, пиздуйте нахуй, я в дверь закрыл. Во-первых, мы сами сюда пришли, без моего приглашения. Адрес мы в интернете нашли. Так что... Я думал, ты нас уважаешь, а ты, знаешь, ну, ну, ты, конечно, вообще, ну, всё, Брайан Мапс, ты для нас не рукопожатный. Прикиньте, она начала ему просто тюремные всякие эти набрасывать. Всё, Брайан Мапс, ты для нас, для нашего фанатского комьюнити, ты больше не рукопожатный. Отныне всё, блядь. Просто начинает чётко, вот так достаёт из кармана, начинает чётко вот так вот крутить. Всё, мы тебя записываем в шерсть, понял? Всем нашим вот этим фанатским сообществом. Что говоришь? Ну, за шоколадки спасибо, спасибо большое. Он добрый. Ценю. Он добрый, ему чуть-чуть можно. Так что попью чё, спасибо большое. Только адрес мы не поймёшь. Брайан Мапс добрый, ему чуть-чуть можно. Ему чуть-чуть можно шоколадки покушать. Никому не. Только адрес мы не поймёшь. Ещё пойдём, пойдём. Мне нравятся тапочки. Тапочки супер. Всё, ладно, пойдём от этого хуесоса ебаного, блядь. Пошли, всё, блядь. Нахуй его, да, вот тебе. Ещё, знаешь, закрытую дверь ему показывают. Всё, вот тебе, блядь. Получай, нахуй. Нет, спалим. Всё, Орик, пойдём. Да, 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 я знаю, что вы сейчас подумаете. Нам всем категорически необходим Оскар. Ну, не знаю, мне кажется, достаточно реалистично получилось. Просто я... Ну, вообще, да, этот видос я бы поставил ему 8 из 10. Он реально довольно реалистичный. Но! Было бы ещё реалистичней, реально, вот ещё реалистичней. Если бы после этого видоса прошло бы 3 минуты, ну, 3-4, и просто эта девчонка в чёрной куртке сидит вот так вот перед его дверью, вот так, и такая, это тебе, сука, за то, что фотку не сделал. И сидит, давит глину. Вот в этот момент Брайан открывает дверь, эта дверь бьёт ей по спине, она падает вот так вот, ну, типа, ну, вот так вот. И руками на полу. Вот так. И он такой, вы чё здесь устроили? И она вот так крабом убегает. Всё. Вот это было бы самое реалистичное, блядь. Вот спросите, блядь, у Сергея Симонова или у кого ещё. У Ваджелинка, у Габзавра, они вам подскажут, блядь. Реально, это самый реалистичный вариант, когда тебя сталкерят. Опирался. Типа, чего ты так разъебался этой хуйни? На диалоге, который... Сука, вот кто-то писал про квадробержу, а прикиньте, что она реально в этот момент, когда он открывает дверь, она же вот так вот стоит на карачках, она такая, пора ретироваться, блядь, использую, это единственное, что я хорошо умею, это единственный мой перк, и она просто прыгает, ну, блядь, ну, нет, фу, это всё, ладно, я не буду уже расписывать совсем, это же совсем пиздец. Ну, она, блядь, прыгает в этот момент, а у неё же жопа, ну, в глине, она прыгает, ну, и прям вот так вот, ну, то есть прям жопой пролетает мимо его лица, вот так вот, глиной, хопс, и всё, и за порог. Всё, ребят, шутка закончена, всем спасибо. У меня происходили с ребятами, которые в действительности ко мне подобным образом приходили, и вообще вся эта ситуация, она вдохновлена подобными событиями, когда ребята ко мне приходили, оставляли пакет на середине подъезда, ждали, пока я выйду, чтобы забрать, чтобы посмотреть, что это за пакет такой, и в момент, когда я выходил посмотреть, они резко выбегали, и таким образом, короче, подловили меня, хе-хе-хе. А я бы, кстати, не выходил бы, не забирал такие пакеты. Я объясню, почему. Я бы в такие моменты, и вот, если бы мне так поставили пакет, например, и у меня была бы дверь, которая, ну, с глазком, я бы нахуй целый день бы ждал, целый бы, блядь, день, чтобы этот хуесос сидел бы нахуй весь день у меня в подъезде, весь нахуй день, чтобы он сидел, хотел кушать, пить, срать, ссать, и такой, блин, ну, когда же он уже выйдет? А я бы прям дождался, когда он уйдет пописать, я бы забрал пакет, вернулся бы домой. Ааа, все, она отправилась, она отправилась, нет слов, одни маты. Пожалуйста, успокойся, зачем ты это делаешь? Блядь, что? Жалуйтесь на телеграм-канал, модный мальчик. Я знал, что вы. Зазумил письку. Я, блин, тапки, конечно, пиздец. Я не могу досмотреть это видео, потому что мне жутко стыдно за детей. Очень сильно. Я не могу это досмотреть, мне больно досматривать. Я вообще в целом ненавижу детей. Я когда думаю о детях, мне очень плохо становится. Вообще, блядь, хорошо было бы, чтобы детей вообще не было. Дано, просто дано. это... Нравится, как некому с полной серьезностью воспринимает. Да не, правильно все говорит. Ну, Фаня, типа, ну, реально, сталкеры, долбоебы. А дети, это цветы жизни, дети, это лучшее, что есть на планете. Очевидно, что это пранк. Сейчас шоколадки заберут. Реально, они ведь угрожали. Ну, мы тогда шоколадки заберем тебе. Да, мы что, зря старались? Я хочу вам сказать, то, что вы просто была летняя, блин, какие-то... Ну, они будут какие-то противные слова для вас. У чела голос, как будто он озвучивает какой-то совет... Ребят, это не Руслан, у Руслана ЛС другой. Это не настоящий Руслан. У этого чела голос, как будто он озвучивает какой-то кукольный мультик советский. Хочу вам сказать, то, что вы... Сейчас. Здесь какой-то взрослый мужик. О, блядь, например. Шоколадки заберем тебе. Да, мы что... Реально, что-то. Я хочу вам сказать... Они ведь угрожали. Ну, мы тогда шоколадки заберем тебе. Да, мы что, зря старались? Я хочу вам сказать, то, что вы просто была летняя Бринь, какие-то... Ну, они будут какие-то противные слова для вас, как-то, понимаете? Блядь, сука, это пиздец. Просто челу нужно мультики озвучивать глиняные или кукольные. Очень подходит его голос по эту хуйню. Ты хотел этого как-то добиться, но это просто так непривычно, потому что обычно никто не воспринимает мои пранки всерьез, а здесь все-таки какая-то часть людей действительно поверила в происходящее. Это очень непривычно слушать все эти серьезные голосовые. Не уважает зрителей, вот хамло. Девочки старались. Пошла ты нахуй, епта, блядь. Че ему теперь обосраться, нахуй? Может ему отсосать им за каждую шоколадку, которую они принесли? Ебанулась что ли, блядь? Да, шоколад. Пошла ты нахуй. Набирали альпенгольт. Альпенгольт, несквик. Я сначала подумал. За каждую, за каждую несквику, вот это, который кролик Квики, блядь, выдал, вот эту микро хуйню, за каждую надо было сосать. Вот какой ужас. А потом так палевно стало. Маленькие девочки, чересчур какие-то актрисульки. Актрисульки. Прям тетя какая-то, да, написала? А, показалось. Да, да, тетя. Деньги потратили. Мы деньги свои тратили. Послушайте, Брайн человек максимально спокойный и не конфликтный. Он стерпел, когда к нему вломились какие-то богини в его нынешнюю квартиру, и он явно не будет как-то взаимодействовать с какой-то маленькой девкой, которая уже достал Кирилла его до самого подъезда. Также, сейчас он... Бля, эту хуйню нужно голосом Таноса сделать, блядь. Жалко, я не умею, блядь, вот если бы я умел всеми этими нейросетями пользоваться, я бы хотел бы вот эту хуйню голосом Таноса послушать, потому что это, это, блядь, охуенно было бы. Но я не умею этими нейросетями делать. Послушайте, Брайн человек максимально спокойный и не конфликтный. Вот это хуйня. Я просто не умею. Ригу, а ты умеешь эту хуйню делать? Голосом Артаса? Вот это... Послушайте, Брайн человек максимально спокойный. Да, Саш. Саш, чё там? Да, блядь, тут гудит, нихуя не слышно. Блядь, сделайте кто-нибудь голосом. Ну ладно, похуй. Если кто-то сделать, будет круто. Послушайте, Брайн человек максимально спокойный и не конфликтный. Он стерпел, когда к нему вломили. Не там вас, то тоже охуяда. Послушайте, Брайн человек максимально спокойный и не конфликтный. Он стерпел, когда к нему вломились какие-то два дня в его нынешнюю квартиру. И он явно не будет как-то взаимодействовать с какой-то маленькой девкой, которая уже достал Кирилла его до самого подъезда. Также сейчас он работает над айсбергом. И явно не стал бы делать пост для прикрытия это уже слишком. Бля, Ригу, сделай с голосом вот этого. Саш, вот этим долбоебым. Сейчас, как эту хуйню сделать? Короче, Ригу, сделай с ним тоже, пожалуйста, я хочу послушать. Саш, что там? Как его зовут? Утор его зовут вроде. Утор. Добавь в беседу. Добавь в беседу. Че звал Сларк? Ой, бля. Посоветуйте аниме. Твое имя, Антон. Да, че звал Сларк? Так, ладно. Ждем. Айсбергов. И явно не стал бы сделать этот пост для прикрытия. Есть у меня вот так. Блядь, уже так быстро? Послушайте, Брайн, человек максимально спокойный и неконфликтный. Бля, я не могу с его голоса это просто разъеб, нахуй. Слушайте, Брайн, человек максимально спокойный и неконфликтный. Он стерпел, когда к нему вломились какие-то два ги... Сейчас, сейчас. Во, во, чтобы вы смотрели на картинку. Чтобы лучше погрузиться. Послушайте, Брайн, человек максимально спокойный и неконфликтный. Он стерпел, когда к нему вломились какие-то два гения в его нынешнюю квартиру. И он явно не будет как-то взаимодействовать с какой-то маленькой девкой, которая уже достал Керила его до самого подъезда. Также сейчас он работает над айсбергом и явно не стал бы делать пост для прикрытия это уже слишком. Если же это реально пранк, то я даже как-то разочаруюсь в Максе и походу не один я. Бля, мать, он еще дышит так, прям вдыхает очень мощно. Бля, прикольно, я реально разочаруюсь с Максом и походу не ядно. И явно не стал бы делать этот пост для прикрытия. Есть у меня вот такая вот фоточка, сделана была во время съемки айсберга нового. Было это 5 мая, но я выложусь сейчас. Что значит айсберг? Айсберг это же когда разбор, да, типа? Айсберг это же разбор чего-то. А, разбор теорий. Все, помню. Чтобы запудрить вам мозги, ребята. Это уже слишком. если же это реально пранк, то я даже как-то разочаруюсь в Максе. И походу не ядин я. Ну-ка, подожди, что он сделал? Чтобы запудрить вам мозги, ребят. То есть он просто сделал какую-то фотку и подписал типа снял тут кое-что. Блядь, ну-ка давай я сейчас так же сделаю. Дабак! Это уже слишком. Если же это реально пранк, то я даже как-то разочаруюсь в Максе. Я просто айсберг снимаю с какому-то Ходу не ядин я. Тем более он наверняка видел, как за него волнуется после того, как он сказал про сонный паралич. Так что он бы не стал делать такой пранк на такой почве. Простите, ребят, я вас разочарую. Я вас правда разочарую. Нет, ну, я считаю, что так выглядит успешный пранк, когда люди действительно выражают свои эмоции искренне. С какого дубля сняли? Я не могу определиться, чему верить. Приветики. Эм, чё такое? честная реакция, когда к тебе ноу-неймы приходят. Ну, вообще-то, у меня была точно такая... А чё он должен был сказать им? Ну, реально, если он добрый, хороший человек, типа, что он должен был сказать? О, о, ебать, здорово, девчонки, давайте краба, давай, ёпты, чё, как, сколько времени, сколько лет? Блядь, ну, что он должен был сказать им, нахуй? Ну, естественно, ну, типа, а чё вы тут делаете? Я же говорю, я этот франк писал, основываясь на произошедшей ситуации со мной, когда ребята точно так же поставили... Не, ладно, видос интересный, я этот... Никогда просто Брайана раньше не смотрел, уже говорил об этом, и... Ну, я почему-то, ну, как бы думал, что это не совсем... Ну, короче, что мне не очень понравится такое. Видос на самом деле неплохой. Или пакетписи... Самое главное, что над видосы можно поразгонять, потому что, ну, вот вы знаете, я люблю смотреть видосы, я не могу просто смотреть видос, и всё, и не паузить. Мне нравится постоянно что-то разговаривать, какие-то шутки придумывать. Лидини, я понял. Видос хороший, я сразу просёк их фишку, я посмотрел в глазок, понял, что они где-то там прячутся, но решил уже, ладно, заберу этот пакет. Открываю дверь, они забегают, говорят, привет, я говорю, эээ, чё такое? Всё так и было! Ой, вы не сталкиваетесь с подобными ситуациями, и вы не знаете, как это происходит на самом деле. Челядь вы ебаные, вы ебаные лохи, ноунеймы, у которых нету ни денег, там в Ашане. Перхоти ебаные, вам не понять, нас, нас этих, ёпта блять, крутышек нахуй, а вы пыли ебаные, и вообще сосите мой хуй. Бля, бля нет! Бля, как они так быстро вычислили нахуй? Бля, бля нет! Да бля, да ёпта блять! Да есть хоть один человек! Бля, вы прикиньте, насколько кому-то не похуй, что они пошли реально фотки, смотреть! Охуеть, блядь! Это как в моем окружении, который ни разу не палился, и не... Откуда у вас эта фотография? Она вообще... Пиздец! Так, удалить, удалить быстрее. Удалить, удалить всё. Никто не должен это видеть. Кто мне психолог оплатит после такого? Какого хуя? Никто не должен это видеть. Кто мне психолог... Это я с Ксюшей, блядь. Машрумс, блядь! Благоплатит после такого. Да блядь, хватит! Ну присылать! Удалить! Ну его спалили, обидно! Блядь, как скример было! Извините! Ну и... Нет, именно... Не в плане оригинальной фотографии, а именно с этой подписью. Потому что я же знаю, что это я делал. Я просто испугался, потому что... Потому что я уже забыл, что это я поставил на аватарку. Это то, что хотят теперь со мной сделать те люди, которые поверили в это изначально. А это кадр из его фильма? Или это просто какая-то рандомная хуйня? Из скетча? Бля, круто снято. что хотят теперь со мной сделать те люди, которые поверили в это изначально. Прикольно. Конечно, Макс так не шутит. Мне кажется... Вы что? Я не знаю, я пойду. Блядь, он ржет на то... Он как я, блядь. Вот мы с ним в этом плане похожи. Причем, мне это кажется всегда дико кринжовым со своей стороны. Потому что я обожаю пересматривать какие-то видосы по тысячу раз, блядь, и ржать с них, как еблан. Вот это вот... Саш, че там? Мы его на стриме смотрели раз в пять уже, блядь. Я каждый раз смеюсь. Все, так все, знаете, что я сделаю, ребят? Я закрываю комментарии в этом канале. Я закрываю комментарии. Все, комментарии закрыты. В общем, по моей задумке, Машуне сейчас о всем произошедшем расскажет свои крестные. И завтра они с крестной придут ко мне разбираться. Потому что, ну, не охуел я. Взял шоколадки и не сфоткался с девочками. Вот такой примерно у меня был план. И он остается таковым. Я просто закрываю комментарии, чтобы никто ничего там не присылал. Саш, че там? Плал? Эту фотку удалили, Макс, что это такое? Так, тихо, уйдите. Ребята, откуда вас столько здесь? Я пока закрою комментарии, но я до сих пор в шоке. Сейчас приду домой, расскажу крестный. На том посте уже 800 просмотров. Какой черт? Как это так распространяется? Крестный. Еще раз посмотрим. Да нет, сейчас, ну хватит. Тебя откажутся. Осибись, ты не видишь. Всем привет, мы нашли квартиру, продавал свои. Мы понесли ему сладенькое. Подожди, подожди, мне кажется, он открыл. Блядь, я не знаю, мне кажется, его смешно троллят. Мне кажется, охуенно. Еще что такое? Машуня фан-клуб. Не, на самом деле, сколько лет он снимает на YouTube, пора бы уже и научиться беспалевно делать. Ладно, допустим. Это она, Маша. И что вам надо? Машуня, Маша, Машонка. Маша, мы твои верные самые фанатки. Заткнись. И это все. Послушайте, ой, чик. Блядь, я смеюсь уже не знаю с чего. Какой-то бред происходит, ей-богу. Короче, все. Встретимся завтра. Так вот, у тебя четвертая. Ау, имя. Там Мишка Фредди, встретимся завтра. Так вот, у тебя четвертая. Мишка Фредди, сиска писка, блядь, пиздец. Ау, имя. Это какая, интересно. Раз, два, три, четыре. Но, самое смешное будет завтра. Да, главное дождить до завтрашнего дня, как говорится, да? Пост, который я выложу завтра, поверь мне всех в шок. 24-часовой стрим просм... И будет уже не до смеха. Это некрасиво. Я лучше сам посмотрю, без вас потом, типа, без стрима. Ради интереса. Если уж действительно интересно. Ой. Доброе утро. Ой, я только проснулся, поэтому, извините за скример. Короче, что-то мне подсказывает, что за ночь наша машина стала популярной. Почему-то есть у меня такое ощущение. Он же тоже человек, у него сонный паралич, он тоже, он и так устал, не надо на нем хайпиться. Блядь. Стоп. Ребят, не надо хайпиться на том, у кого сонный паралич. Блядь. Я не хотел этот пранк, я не хотел этот пранк сделать среди своих, среди локальной группы каких-то людей, зрителей. Это все опять распортилось каким-то образом. Там уже 200к, ну, потому что видос вышел, очевидно. Маша? Кто это? Это доставка. Ну, давай. Короче, вчера я... Бля, Брайнмапс пытается доставками, с того, что нормально в магазин сходить и нормально продуктов поесть. Вместо того, что в ваш шанс ездить или там, выходить в Макдональдс, ясно, Брайнмапс, то есть это он делает вид, такие пранки снимает, чтобы мы думали, что он уважает зрителей, но мы уже все поняли, типа, что он не уважает зрителей от слова совсем. Он не собирается даже сходить нормально в магазин, чтобы вместе со всеми, с нормальными людьми приобрести продуктов. Он считает, что они все пыль и челюдь. То есть он считает, что они все ему не подходят, потому что они все хуже, чем он намного. И, то есть, ну все. Рассказала крестные. Ей это очень не понравилось. Она начала материть Брайна. В общем, безбитый. В общем, она хочет теперь к нему ИДИ НАХУЙ, СИСКАСТЫЙ, БЛЯТЬ! ИДИ НАХУЙ, Я ТЕЕ СКАЗАЛ, БЛЯТЬ! Пойти и Цветочный, толстый, СИСКАСТЫЙ, ХУЙ! Разобраться. Такой смайлик. Я, конечно, расстроена насчет вчерашнего, но идти туда как будто больше не хочется. Отправляю. Хе-хе-хе! Ты сама-то в порядке? На тебя крестная не ругалась? В порядке. Нет, крестная Обязательно, с большой буквы. Больше на Брайна орала. Типа, он ЗАЗВЕЗДИЛСЯ И ЗАЗНАЛСЯ. А так в порядке, да. Ох, это хорошо, что ты в порядке. Спасибо! Короче, сейчас должно пройти какое-то время, я пойду пока позап... По-пацански, да! И через какое-то количество времени я запущу последнее видео. Ну что ж, девочка оказалась наша, Маша, непростой. А еще она кое-что знала. Она кое-чем была уверена. Что бы с ней не произошло, она знала, что у нее есть ее крестная, которая придет и разберется с любым придурком, который посмеет ее обидеть. Девчонки потратили, девчонки потратили свое время, самое главное. Время это самая ценная валюта. Поэтому после того, как наша Маша рассказала своей крестной о том, что произошло, крестная поняла для себя, что дело это так просто не оставит. Но сперва надо было найти крестную. Так, мне прислали пробы. Я не могу. Ну и подавись, паскуда. Девочки к тебе совсем... Блядь! Знаете, что надо было... Знаете, кого надо было нанимать на роль крестной? Надо было нанимать мою маму из видосов с Русланом. Очевидно, что все бы поняли, что это постанова, но это было бы легендарно нахуй. Просто легендарно. Легенда. Тей душой, а ты как мразь последняя... А реально попакну мразь! Это так странно ощущать, что текст, который ты сегодня утром буквально написал за пять минут, он теперь воплощен в виде такого эпизода актерского. Ладно, ладно, она нам подходит. Сейчас, девушки, сейчас, сейчас. Сейчас. Сейчас, уберемся, сейчас. Здравствуйте, Максим. Не очень убедительно, вот, я говорю, опять же, неплохо сыграла актриса, но вот, вот эта вот женщина сыграла бы гораздо лучше. Прикиньте, просто, представьте себе эту картину, Брайан Мапс открывает дверь, и она просто начинает его, как в видосе, начинает его багетом хуярить. Вот где-то здесь это должно быть, я не помню, где она багетом Руслана ебашит. Во, блядь, просто Брайан Мапс открывает дверь, такой, здравствуйте всем, привет, и просто на, на, нахуй, на, 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 охуенно бы было бы, просто лучший был бы кадр. Вот это был бы разъем, причем, реально, именно багетом, чтобы она пришла из магазина, взяла, блядь, багет из пакета, на, блядь, вот это было бы охуенно. Счастье с дыркой тебе. Мы так сказали сфотографироваться, вот я что-то не пойму, а что трудно что ли? Я этих девочек знать не знаю, они мой адрес, ну давайте нашли, вчера здесь полчаса отрабанили под дверь, не орали, ну так да. Что, я теперь должен с ним фотографироваться? Ну они, они фанатки ваши. И что, каждый, кто меня смотрит, теперь, вот так вот легко может ко мне приходить, хотите сказать? Взрослый человек, должны понимать, что нельзя так к незнакомым людям ломиться. Да почему? Блядь, чуваки, я вам клянусь, я извиняюсь, посмотрите, как эта женщина стоит. Она стоит, переваливается с ноги на ногу. Такое ощущение, как будто она находится на батле, на батле на битах, и сейчас читает ее оппонент. Я вам клянусь, это один в один так же всегда выглядит. Чел стоит, тоже так переминается, пока читает другой, блядь. Я не могу нахуй. Вот, блядь, что поставить сейчас? О, это вообще возбуждает. Я очко видно. А вот тебе с трусиками, знаешь, ну, короче, блядь, допустим, вы меня поняли, я не буду подставлять, мне лень. Сам факт, типа, она стоит, он как будто, блядь, вот сейчас, чтобы включить, какой бы рэп, ну, просто даже бэйслайн бизнес включу, похуй. Просто, блядь, ну, типа, прикиньте, взрослая женщина стоит перед пиздюком, ну, для нее, если она реально взрослая женщина, и она пришла разбираться, она стоит для нее перед сопляком, который младше ее в два раза, и стоит с ноги на ногу, блядь, переминается на этот пиздец. Эх, эх. Она стоит, обтекает, как будто, вот, против, на фоне ее, сейчас просто читает. у нас, 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 и она стоит, блядь, она, это, человек, я вам клянусь, вот, просто, как чел, который был на BPM, ну, хоть их не очень хорошо, но он был, просто, там стоит толпа, блядь, разъебывается, чел читает, она стоит, обтекает, блядь, пиздец. Да почему эти знакомые-то? Они же вас знают, они вас смотрят. Она еще и жестикулирует, как чел из GTA Samp, знаете, когда вот, ну, ты подходишь просто, у тебя скин, ты зашел на Samp, у тебя скин бомжа, у тебя первый уровень, и ты такой подходишь к полицейскому, где здесь автошкола, не подскажете, вот эта анимация, блядь, она точно так же стоит. Я же вам еще раз говорю, и что же они меня смотрят, если каждый, кто меня смотрит, вот так вот может, мне приходить? Да почему каждый-то, они же вам там шоколадки купили, что вы там девчонки ему купили-то? Похоже, айфон новый бы, они не купили, меня это не обязано. Не, они вообще не убедительно, конечно же. Как же, я что-то тут не пойму, вот они вас смотрят, вы на них деньги зарабатываете, а ему нос воротится, он трудно ему сфотографировать, ты понимаешь, так, пакет мой, давайте пакет мой, давайте, давайте, пакет мой, Вы к суму сошли, снимай, снимай, потом мне скинешь контент, такой пропадает. Бля, странно, кстати, реально, что ребята поверили в это, потому что это прям, ну, прям видно, что это постанова. Хотя мне легко пиздеть, когда я знаю, что это постанова заранее, наверное. Поэтому, хуй знает, поверил бы я или нет, но сам факт. Либо вы сейчас с ними, не надо дверь закрывать, и вы сейчас с ними фотографируетесь, либо, либо отдавайте мой пакет. Так, успокойтесь, и никакого пакета больше нет, все шоколадки лежала. Ну, нахуй. Куда? Тварь. Ну, бля, на лыбу, паскуда, тварь, это, блядь, старый этот видос, где чел булку хлеба в качалку приглашал, блядь. Все шоколадки. Ну, короче, ладно, да, ну, видно, что это постанова, я думаю, что я бы так и так не поверил. Лежала. Паскуда! Она рофлит, видно, блядь. Тварь, я сейчас, вот блогеры все такие. Бля, чё я кинул, посмотрите, как она на... Тварь, я сейчас... Да не, он специально выбирал, блядь, актрису, по которой было видно, что это постанова, да сто процентов, нахуй. Блогеры все такие сволочи, я сейчас, я в ваш адрес. Это прям слишком уж палевно. Всем расскажу, на каждом запоне я шить буду. Паскуда! Так, ладно, все. Сколько, блядь? Какого чёрта? Ладно, я выкладываю их. Так, ой, 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 да, откуда вы берётесь, блин? Погодите, я чё-то не пойму. Ну, кстати, в одном, эта женщина права, все блогеры сволочи, ебаные. Так, я чё-то тут не пойму. Какая-то неадекватная. Сегодня без сланцев с носка. Да, сегодня у нас в программе красные носочки. А, кстати, знаете, что на них написано? Чё? Бля, он, кстати, не плачет нас. Максим, очень жалко. Оставьте его в покое. Машенька, ты молодец. Таких, как он, нужно иногда с небес спустить. И крёстный респект. Жалко, что ебало ему не набили, конечно. Вызывайте к нему, собр. Вот и комментарий прямиком из Одноклассников я сейчас прочитал. Люда. Макс, ты, видимо, не сильно захотел в этот раз. Ну да, ребят, если честно, я изначально так и подразумевал, что это будет лайтовый пранк, как старый добрый, без всяких вот этих заморочек, с квартирами чужими, с актерами. Я просто хотел поугарать. Сейчас, девочки, сейчас, сейчас. Бля, он не хочет сделать пранк, как мистер бист, типа. Вот прям реально. Короче, ребят, у меня пранк, я сейчас приехал к своему другу, и я, типа, ну, вот я прям заказал кран, и сейчас ему на дом скинем 200 тысяч тонн тротила, блядь. Вот я, и вот сейчас вот будем снимать, сейчас я ему напишу. Сейчас создам телеграм-канал, блядь. Сейчас, девушка, сейчас, с гостинцами хотя бы. Блин, точно с гостинцами. Слово-то какое гостинца. Почему я про него не вспомнил? Классное слово. Когда писал сценарий. Но там в противовес есть зато Альпенгольды. Правда, это в другом дубле было. Да почему каждый-то? Они же вам там шоколадки купили, или что вы там? А, то есть это еще и лучший дубль, да, типа? Там девчонки ему купили там Альпенгольды. Ну, видно же в камеру. Ха-ха! Альпенгольды. В камеру смотрит, видно, что смеется. Так, ребят, но вас не поймешь. В камеру смотрю, потому что девочка буквально снимает, не стесняясь меня. Вот я и смотрю нагло в камеру, чтобы показать ей, что я вообще-то вижу, что ты снимаешь. И уже это непонятно не считывается. Во-вторых, смеюсь я. Слушайте, Брайан Мапс, ребят, Брайан Мапс еще большего, еще лучшего уровня, чем я. Знаете почему? Знаете почему Брайан Мапс еще высшего уровня, чем я? Я, если я оправдываюсь за что-то постоянно, то я оправдываюсь на стримах. А Брайан Мапс оправдывается на видосе, то есть он оправдывается в камеру, когда видос еще даже не вышел. Понимаете? Он вообще, он вообще другого уровня, блядь. Я оправдываюсь в прямом эфире, а он оправдывается еще до того, как видео вышло. То есть ебать, это прям мысль, все, братик мой, вот реально. Все, блядь. Мне надо так же делать, мне надо оправдываться еще до прямого эфира. То есть я, ну, надо перед каждым стримом говорить. Так, ребят, заранее, заранее я хочу извиниться за все, но, блядь, заранее извиняюсь за каждую шутку, за каждый пиздеж, извиняюсь заранее, ребят. Все, сейчас буду стрим запускать. Вот, блядь, блядь, ты каждый раз так делаешь, жаль охуенно, блядь. Блядь, ребят, если что, заранее извиняюсь за любую шутку, которую я пошучу. Таких, как он, нужно иногда с небес спустить. И крестный, респект. Как будто комментарий прямиком из одноклассников я сейчас прочитал. Ладно, Макс добрый, его чуть-чуть можно. Люда. Макс, ты, видимо, не сильно захотел в этот раз. Ну да, ребят, если честно, я изначально так подразумевал, что это будет лайтовый пранк, как Старпор, когда писал сценарий. Бля, у меня вообще есть ощущение, типа, это очень странный парадокс, на самом деле, ловлю. Вот я Брайан Мапса никогда не смотрел, типа, видосы его, вообще толком. Но, у меня в башке есть небольшой парадокс, объясню какой. Когда смотришь видос Брайан Мапса, именно вот этот. Спасибо большое за рейд, спасибо большое за рейд. Привет, ребята, привет. Привет, спасибо от Ксюши, да, от моего солнца, от моего любимого. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Вот, короче, когда смотришь видос Брайан Мапса, у меня есть очень странное ощущение. Первое ощущение. Это очень похоже на старый YouTube. Именно старый, блядь. Вот YouTube старый, шестнадцатого, блядь, года, семнадцатого года. Это раз. Второе, я в ахуе, что, ну, он продолжает снимать в таком формате, и это вообще не теряет актуальности. То есть у него огромная фан-база, блядь. Меня это прям парадоксально, ну, меня это прям парадоксально удивляет, потому что, ну, мы знаем людей, которые не меняли форматы, ну, в плане того, что ты чувствуешь вот вайп старого YouTube, не знаю, там Андрей Нефедов, но при этом всем, где Андрей Нефедов, блядь. То есть вот, не знаю, как-то, для меня это прям удивительно. Не знаю, прикольно. Но там в противовес есть, это круто, правда, это в другом дубле было. Да почему каждый? Они же вам там шоколадки купили, или что вы там девчонки ему купили там? Вода кончилась. Ну, видно же, в камеру смотрит, видно, что смеется. Так, ребят, ну вас не поймешь, в камеру смотрю, потому что девочка буквально снимает, не стесняясь меня, вот я и смотрю нагло в камеру, чтобы показать ей, что я вообще-то вижу, что ты снимаешь, но уже это непонятно, не считывается. Во-вторых, смеюсь я, смех это защитная реакция, в моем случае. То есть я уже, надеюсь, что он сказал не малолетние детки ее, а малолетние девки, блядь, малолетние девки, блядь, пришли ко мне домой, нахуй! Смеха, вот вам несколько неудачных дублей. Там всего две шоколадки было, я уже сел их давно. Как, как сел? Паскуда! Все вы блогеры, твари, твари недоделанные. Я, я в твой адрес? Сейчас, 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 разберемся мы сейчас. Давайте. Разберемся мы сейчас. А так барабанят смешно, пиздец. Так, он что барабанит здесь? Так, Максим, Максим ведь? Здравствуй. Эра, как это? Так, убирайся, мы что барабаним здесь? Когда спать будем? Да, ребят, время только 11 вечера, куда спать-то? Я сегодня не сплю часов до 3, до 4, вы что, блядь? Ребят, 24 часа стрим, после которого я уезжаю, нахуй, на 7 дней. Какое спать? Вы ебанулись? Максим, Максим ведь? Вообще спать запрещено, блядь. Здравствуйте. Вы ведь Максим? Да. Либо вы сейчас с ним фотографируетесь, либо возвращается мой пакет. Дверь не держите, пожалуйста. Это моя дверь, я могу ее держать, сколько захочу. Блядь, смешно, кстати. Баскуда, тварь. Это моя дверь, я могу ее держать, сколько захочу. Сыновижу вас, блогер, все мои твари продажные. Я вот, я ваш адрес везде распространю. Ебан, это как в UFC, знаете, как в этом из Brawl Stars видосы, трахнул суку, захотел, и у персонажа вот такая анимация. Ну вот это сейчас хуйня, сейчас я вам покажу, блядь. Че я вам объясняю? Че там Дрейк пишет? Прям, кстати, твой одногодка. Серьезно, блядь, он мой ровесник? Ну, мы с ним похожи тем, что у нас у обоих голоса, как у девчонок, блядь, тонкие. Что у него, что у меня, блядь. Так вот, короче, типа, она сейчас, блядь, стояла перед дверью. Посмотрите, блядь, я ваш адрес везде распространю. Как NPC, блядь, купил тачку, захотел, как ту суку, захотел, беззадо. Вы видели этот тренд, типа? Бабьетка, ты и слово, а она тебе, но они же тебя смотрят. Бля, ребята, прикиньте, если не рофл. У меня разрыв. Я вам больше скажу, этот самый ролик с крестной вышел за пределы моей аудитории и даже некоторые блогеры начали высказываться насчет всей этой ситуации. А че я Руслан написал, интересно? Бля, ребята, прикиньте, если не рофл. У меня разрыв. Я вам больше скажу, этот самый ролик с крестной вышел за пределы моей аудитории и даже некоторые блогеры начали высказываться насчет всей этой ситуации. А, и еще по этому поводу мне написал Даня Кашин. Слушай, вот я уже какой раз вижу видосы, как тебе приходят, блядь, мои соболезни глубочайшие, тебе, ну, им просто сказочно повезло, что ты добрый человек, а не я. Пришли бы они ко мне, но я думаю, они понимают, поэтому ко мне не ходят такими. Че я тебя хотел посоветовать? Слушай, а ты не думал по поводу кнопки экстренной типа Росгвардии? Так, ладно, я досмотрел ролик, я лвусь, я лвусь, я лвусь, я лвусь, я лвусь, я лвусь, блядь, я все это слышал, но это реально забавно. Подумай, и хорошо. Типа, этих девочек знать. Не знаю. Сколько уже 12 тысяч комментариев, вы че с ума сошли? Вы че с ума сошли? Вы с ума сошли? И наигранный нет, что-то между. Девочки, она плюнула ему в лицо. Хоть и не сразу. Ну-ка, блядь, сколько лет Брайан Мапс, мне интересно. Брайан Мапс, возраст. 25 сентября 1999 года. А, блядь, я еще и младше, а, я еще и младше, блядь? Сентябрь. Нет. Старше. Че, я ебло вообще, что ли, блядь? Сейчас охуенно, блядь. Подсчет вообще, высший класс. Хоть и спустя время, на Вика с востока. Ну, блядь, слушайте, на самом деле, хорошо, что я старше, потому что, если бы я был младше, блядь, Брайан Мапса, я бы тельтанул жестко. Знаете почему? Потому что, он, он выглядит как Хесус. Я выгляжу как ебаный Скуф. Как фрик, блядь. Поэтому, я очень рад, что я даже старше, я хотя бы могу этим оправдаться. Ничего, ничего, Брайан Мапс, через полгода ты будешь таким же, как я. Не переживай. Так, что там Ригу мне опять скинул? Мне еще пацаны показали видос, где домой к Брайан Мапсу припиздовали две малолетки с мамкой и клянчили фото. В конце мать одной из мокрощелок плюнула ему в лицо. Насколько хуевшие люди. Я думаю, меня уже ничего в этой жизни не удивит, но каждый раз, видя подобный беспредел, и сижу с открытым ртом. Нужно было въебало этой бегемотихе прописать и пусть свои полоумные хоть эти фотки в очко себе затолкает. Мразь конченая. Мразь конченая. В конце концов, отомстила мне. Через крестную. Девочки, он плюнул мне в лицо. Макс, чё, верблюд? Так, ну и тут по классике. Машуня, привет, дорогая. Мы верим в тебя. Я вообще-то твоя фанатка. Маша, ты правильно делаешь. Так и над этим блогером. Ты молодец. Все блогеры такие сволочи. Ты чё, совсем ебал***? Что это? Все шоколадки. Маша, я песню тебе написала. Так, что это такое? Девочка Маша сидела в ресторане в звезды своей наслаждаясь обедом. Друг она видела парня Максима. Он выходил из ресторана неспешно. Маша решила... Чё это такое, блядь? НПС, блядь, из Brawl Stars. Захотел, так, да, да, так, купил дочку, захотел. Долбоёбы, блядь. Да, блядь. Мне, кстати, очень нравится в ТикТоке, как делают эти тренды. Вы слышали? Когда там переписка чья-то и переписку сделали в песню. Прикольная хуйня, мне очень нравится. О мой бог. А вы пишите нейросети ваши, а? Итого у меня уже 15 тысяч подписчиков. И я не знаю, что с этим делать. Мне кажется, динамика популярности запросов в гугле стихи про Машу очень сильно возросла. А я бы на месте Брайан Мапса, кстати, вот сейчас бы продал бы этот Телеграм-канал за ебанутое количество денег, чтобы в этом Телеграм-канале рекламировали там казино, всякое вот это, блядь. Ну, чтобы нормально, блин, бабок срубить, а на подписчиков поебать абсолютно. За последний суд. Так делают все нормальные блогеры. Ты тоже кто-то пародию снял. Здравствуйте, Максим. Тут такая ситуация. Девочки, шарфат, мы пришли, вам не на снимок. Я что-то не пойму. Вам что-то сложно? Они же вам приняли шоколадки. Девочки, что вы там еще им пустите? Бля, пиздот. Я с ним купил новый айфон, это не обязует. Я с ним не сфотографироваться. Так, я что-то тут не поняла. Так, давайте возвращать ему пакет обратно. Нет, у него пакет обратно. Женщины, успокойтесь. Женщины, успокойтесь. Вернись ему пакет обратно. Женщины, успокойтесь. Снимай, снимай. Такой контент будет. Попадает. Так. Она, кстати, его обратилась. Фотографируйтесь, и возвращайте ему пакет обратно. Бля, кстати, она реально вот эта девочка в желтом очень прикольно отыгрывает. Да нет, уже никого у пакета. Я вчера всю шоколадку сожрал. Ебать, бля, бля. Нихуя там ее сдуло, бля. Она отлетела просто на 10 метров. Хорошо, бля. Это было очень талантливо. Пакет мой. Давайте пакет мой. Давайте, давайте, давайте. Снимай, снимай. Потом у меня снимешь контент. Попадает. А что смешного-то? Я бы так себе повел, если бы эта ситуация действительно произошла. Просто дело в том, что все уже сразу поняли, что это пранк, поскольку кто-то слил фотографию меня и Маши. Все поняли, что это моя родственница, и я снова пытаюсь там какой-то пранк снять. Если бы не это, все бы поверили. Вот все бы поверили. Нет, ну если вы, конечно, хочете этого, хочется этого. Без голоса. Хочете этого? А? Хочете? Я могу захотеть. Я могу так захотеть, что сам пожалею, что захочу, потому... Захотеть прям как? Прям вот так, типа? Ладно. Потому что, ну, все поверят. Все воспримут ту ситуацию, которую я разыграю всерьез, и тогда мне-то, Мне-то от этого самому не лучше. И от этого никому лучше не будет, если я захочу. Поэтому не нужно. Не нужно меня драконить, ладно? Фух. Думаю, хватит интернета на сегодня. Что ж, этот пранк я хотел сделать, конечно же, в первую очередь, чтобы поугарать. Но нет, в первую очередь для того, чтобы напомнить некоторым людям о том, что у блогеров тоже есть своё личное пространство. И не надо его нарушать. Это факт, да. Особенно находить их адрес в интернете и потом приходить к ним домой. Да даже, блядь, тут даже не обязательно у блогеров. У всех есть своё личное пространство. Не надо его нарушать. Не важно, как, блядь. Не важно, вы пришли, блядь, под дверь к блогеру или просто к человеку, которого вы, блядь, преследуете. Не знаю, там девушка ваша, одноклассница. Ну нет, девушка, ладно. Одноклассница, там ещё кто-то. Не надо, блядь. Не надо. Это максимально неприемлемо. И действиями Машуни я хотел показать, как это выглядит со стороны. Ужасно это выглядит со стороны. Ладно подходить к людям на улице. Это вообще другой вопрос. Да нет, на улице похуй. Случайно увидели, без проблем. Подходите, блядь, типа, фоточка, вся хуйня, все дела. Почти все с удовольствием всегда соглашаются. Ломиться к ним домой. Я думал, что это всё-таки должно быть очевидно. Окей, опять же, такое случается редко. Я сейчас обращаюсь не то чтобы к своей аудитории, потому что я знаю, что вы, ребята, максимально адекватные. И большая часть вас такого бы никогда не сделала. Я просто хочу напомнить некоторым отдельным личностям, которые... Это мне, типа, сейчас? Любят подобным промышлять, что это ненормально. В смысле, блядь? А что я сделал? Ребят, все. Руки на стол. Никаких пранков в ближайшее время. Правда. Я устал. Я устал от вашего буллинга. Но я напоминаю, что если я реально захочу... Да, это жестко! Я устал от вашего буллинга.